МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Смотрите в этом выпуске. Золотая молодь премии Гомельского балловиканкама уручили лучшим студентам ВНО регионам. Соправдный белорусский бренд. Предприемство Мазыр Соль завершает реконструкцию. Угульняться небезпека. Те можно купаться в фонтане. И какая там вода, высветляли наши корреспонденты. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сюни у Гомеля уручили премии облаканкама студентам установы шейшей эдукации. Головные критеры, по яким выбирали претендентов, досягненные у интеллектуальной и громадской деянности. Премии лучшим студентам у Гомельской области уручаются с 2005 года. Все лета ее помер склав крыху больше, как одна тысяча рублев. Усписит дипломантов по одним представнику из всех ВНО региона. Кожному из них, саправды, ещем гонориться. Студентка Гомельского техничного университета Маргарита Краученко удельница проекта «Саденничание у Раду Беларуси» при уступлении у Сусветную Гандлеву Организацию. Представник Мазырского педуниверситета Вадим Приходько, один из аутеров историко-биографичного проекта «Дети войны», який летось стал переможцем областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Студентка ГДУ имя Франциска Скарына Ангелина Аксенчакова-Бирукова двойче стапендыят специального фонду президента Беларуси по патрульце Адораной Молодзе. Лауреат премии посла Китайской народной республики в нашей краине пероможца другой республиканской студентской олимпиады по китайской мове. Майя 29 публикаций, 10 из яких выдадены за межами краины. Китайским языком я интересуюсь, уже изучаю его 4 года, интересуюсь очень давно китайской культурой, поэтому у меня все работы, большинство работы, лучше так сказать, связаны именно с китайским языком. И вот, например, у меня тема работы дипломной моей, так и называется, репрезентация эмоциональных концептов радости и печали в русском и китайском языках. Поэтому у меня именно все работы связаны с сопоставительным анализом русского и китайского языка. Протягиваем выпуск. У акционерного товариства «Мазыр-Соль» завершается шарговый этап реконструкции. Поэтапная модернизация предприемства ведется уже омаль в 8 годов. У ее вынику удалось не только повеличить объемы в творчестве, а и сделать продукцию конкурента с дольной. С перспективами одиного в своем роде предприемства Беларуси ознайомились наши корреспонденты. «Мазыр-Соль» тогда еще солевыварочный комбинат увели в эксплуатацию в 1982 году. Это было одно из передовых предприемств Советского Союза в своей голене. Про 6 годов оно вышло на проектную могутность в 360 тысяч тонн соли что год. Ситуация изменилась после развала СССР. Обсталивание, кем был оснащенный комбинат, оказалось вельми энергозатратным. Ранее на это особливые уваги не взвертали, а когда электроэнергию пришлось набывать за валюту, проблема оказалась глобальной. Миновата тому первым этапом модернизации стало удосконаливание энергосистемы с будовницей уластных блокстанций. Как выник, сегодня доля уластной электроэнергии на Мазыр-Соли складая около 95%. Потом была замена обсталявания. Это этап протягивался несколько лет. Основная мета повелешения вытворческих могутностей до 480 тысяч тонн с одночасовым повышением конкурента с дольностью продукции. Даже практически вся модернизация проведена за властные сроки акционерного товариства. Модернизация Мазыр-Соли завершается, але уже зараз можно сказать, что это одно з буйнейших у Европе вытворцев соли Гатунку Экстра. Акционерное товариство мает стабильную географию экспорту. Зараз поставки ожицеавляются у 17 краин света. З уликам истнующей конкуренции это немаленькая лишьба. Новые вытворшие линии працуют с загрузкой 100%, а вся вырабляемая продукция практически отразу отгружается бизнес-партнерам. Больше 60% сегодня на российский рынок, внутренний рынок процентов где-то до 20, потом Украина у нас увеличилась практически в три раза объемы продаж по Украине и другие страны ближнего зарубежа это Казахстан, Киргизстан, Молдова. На сегодняшний день мы часть продукции отгружаем на рынке дальнего зарубежья это Польша, Болгария, Венгрия и страны Балтии. Олег Сюров, Вольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания Гомель открыли открыли амаль три годы тому, падея была промеркована до 875 год города. Диаметр фонтана каля 11 метров, это больше, чем было ранее. Такие фонтаны называют сухими, вода то сникает, то рад там зна вырываются великие струи. Это место стало одним из любимых уже хоров города. Сюда они приходят разом с детьми, для яких такая забава вельми радостная и веселая. Но заража пандемия, потребна дистанция, изоляция, маски, пальшатки. Те не боятся люди бавить тут час. Это мы подекавились от подшивающих. С мужем ребенка отправили отдыхать без ребенка. Замечательное место. Первый раз его вижу очень замечательно. Приду с ребенком в следующий раз. Не будете волноваться за то, что здесь можно вирус подхватить? Мне кажется, на солнце жарко. Он не так распространяется вирус на солнце. Поэтому нет, не буду волноваться. Вы сами здесь отдыхаете? Да. Но не боитесь общественных мест? Ну почему? Тут уже дистанция. Вы стараетесь соблюдать? Да. Самое главное соблюдать безопасность. ручки мыть и все остальное. Так, что бояться? А воду? Не боитесь, что ребенок заходит в эту воду? Нет, не боимся. Дорогая вода в фонтане техничная. Питие не льго. Небезпечно, когда она трапит устрауник, особенно детяшим. Это может выкликать отручование. Изначально перед запуском фонтана чаша фонтана заполняется питьевой водой из городского водопровода. Но в дальнейшем, когда происходит эксплуатация фонтана, вода циркулирует, которая изливается из форсунок, собирается в чашу под фонтаном в данном случае и опять же подается насосами в форсунке. То есть режим работы замкнутый. И вся пыль, грязь, которая оседает на фонтане, она собирается, но опять же подается. Поэтому эту воду категорически не рекомендуется употреблять. Основным планом на это лето для каждого из нас должно стать сохранение своего здоровья. Надо память, что лучше провести теплые месяцы больше дособленно, чем подвергаться рисцам захворить на коронавирус. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Маришенко, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель. Гомельский палацево-парковый ансамбль – соправдный символ региона, который потребует бережливого ставления. Это, понимаете, и молодцы. Подыгиды БРСМ студентские отрады будут на протягу усяго лета займаться доброупорядкованием парку. Зараз тут працует экологичный отрад имя героя Советского Союза Паула Головачова «Экомир». Его складаются наученцы лицея ручного флота. Ребята помогают в уборке придворовой территории дворцово-паркового ансамбля, потому что я считаю, что это ценность нашего города и здесь необходимо, чтобы студенческие отряды также трудились. Первый отрад начал працавать в мае. «Экомир» – другая по лику группа студентов, которая приводит парк в парадок. Для ее вылучили весь червень. Это хорошая возможность студентам подработать, очистить свой город от всякого мусора и просто хорошо провести время с друзьями. У 21 районе Беларуси действует оборона на наведывание лесов. Зараз обмежевание действует в двух областях республики Минской и Гомельской. У нашем регионе нельхо ходить у леса в 16 районах. Отсочивать, в каких районах леса трапили под заборону, можно с допомогой интерактивной карты Минлесгаса. Информация на сайте обновляется на протягу дня. Парушение забороны на наведывание лесов обмежевание обмежевание Но понижение температуры было короткочасовым. На этом тыдне слубки термометров снова перосягнуть от знака у 30 градусов. Ближайшей ночью в нашем регионе махчимы дожжи и на больнице. За вторка по четверг будет переважно без отпадков. В ночи ждет 19-21 градус тепла, в день плюс 30-32. В пятницу и на выходных прогнозуются дожжи, спякота заховается. Это и другие новинки, информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Еще одна жертва воды. Несчастный случай произошел вчера на реке Сож возле грибной базы. Плавучий кран столкнулся с рыбацкой лодкой. Один мужчина не пострадал, второй умер через день в реанимации. Эти рыбаки, говорят, на Гомельской городской спасательной станции часто ловили рыбу на саже. В воскресенье они поплыли по обычному маршруту, бросили якорь, приготовили снасти. Вскоре в направлении их лодки по своему курсу пошел буксируемый плавучий кран. Пока неизвестно, это выяснит следствие, как случилось, что люди не покинули опасное место. В результате произошло столкновение, дно лодки проломилось, и рыбаки оказались в воде. Один из них, 61-летний мужчина, не пострадал, второго, 74-летнего, затянуло под баржу. Вахтенный наблюдатель увидел, что жизнь людей, находящихся на воде, угрожает опасность. Подал сигнал тревоги и вместе с матросом-спасателем вышел к месту бедствия. Значит, прибыв на место бедствия, значит, помогли первого пострадавшего, который зацепился за цепь баржи, значит, поднять наверх. Значит, спросили, был ли кто-нибудь еще в лодке, сказали, что да, второй. Значит, начали искать второго. И при объезде, когда стали объезжать эту баржу, они увидели, что из-под баржи волной, ну, струей выбросило, значит, второго рыбака. Вызванная спасателями скорая помощь прибыла немедленно. Благодаря реанимационным мероприятиям сердце пострадавшего запустили, но в сознание мужчина не пришел. Его доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. В сутки врачи спасали жизнь рыбаку. К сожалению, сегодня в 8 часов утра мужчина умер. Следствие расследует все обстоятельства трагического инцидента. Назначена экспертиза. С начала года рыбак стал 17-й жертвой воды. Обстановка на автодорогах области была не менее напряженной. За прошедшие выходные дни задержано 22 нетрезвых водителя и 71, управлявший транспортом, не имея на то права. Произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. В субботу около пяти утра в Жлобинском районе 45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф» на 200-м километре автодороги М5 «Минцгомель» съехал на обочину, после чего на скорости вернулся на проезжую часть. Не удержал машину и съехал в кювет, где протаранил дорожный знак. Водитель с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. В Жидковичском районе в этот же день, около двух часов дня, на пятом километре автодороги Жидкович и Давид Городок, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Пежо 406», съехал на велосипедную дорожку, где на его пути оказалась женщина-велосипедистка 1959 года рождения, которая двигалась навстречу. В результате наезда женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу. По предварительной информации, в обоих случаях водители уснули за рулем. К счастью, обошлось без летального исхода, пострадавшие находятся в больнице. И накануне в Ветковском районе местный житель 1968 года рождения на автодороге Гомель-Ветка-Чичерск-Ямное на мотоблоке совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем ХНД. С травмами водитель сельскохозяйственной техники госпитализирован в хирургическое отделение Ветковской больницы. Авария произошла из-за поломки левого колеса мотоблока. Пять пожаров произошло в области за минувшие выходные. В их число вошло и возгорание в студенческом общежитии. Вчера в 8.56 Центра оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям от вахтера поступило сообщение о задымлении на втором этаже в здании общежития Белорусского государственного университета транспорта по улице Карповича. В общежитии 125 комнат, где проживают 250 человек. Здание оборудовано системой автоматической сигнализации молнии, которая и сработала. Звуковая сигнализация оповестила жильцов. В результате пожара огнем повреждено письменный стол и светильник на втором этаже и информационный стенд и письменный стол на третьем этаже. Пожар был ликвидирован до прибытия подразделения МЧС. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых мерсий – поджог. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Руслан Габрилев восстановил. Этим голевые события в первом тайме и ограничились. После перерыва первыми опять забили энергетики. На 30-й минуте цели достиг удар Евгения Перемитина. Цифры на табло вновь сравнял Артем Золотухин. Концовка поединка осталась за хозяевами. Росси и Перемитин отличились еще по разу. Виттен победил 4-2 и вышел вперед в серии до трех побед 2-1. Четвертый поединок противостояния пройдет в Гомеле 18 июня. Для другой гомельской команды БЧ сезон уже закончен. Подопечные Дмитрия Камека уступили столице в серии за бронзу. Во втором матче, который проходил в Гомеле, железнодорожникам необходимо было ликвидировать отставание в три мяча. В концовке первого тайма необходимый голевой минимум для хозяев возрос в два раза. Королишин и Грицын сделали счет 2-0 в пользу столицы. После перерыва БЧ пошла ва-банк, выпустив пятого полевого. В таком формате тайм и прошел. Желаемого результата достичь не удалось. Железнодорожники забили лишь трижды. Им отметились Колб, Гуменюк и Селивончик. Пропустили же хозяева 4 гола. Столица победила 6-3 и стала бронзовым призером чемпионата страны. Не нужно смотреть на счет. Все игры были очень напряженные. То есть соперник, если сказать по статистике, даже превзошел нас по созданию моментов. Но мы, к счастью, реализовали свои моменты. А так, ну, считаю, что, наверное, все-таки пауза свои коррективы внесла на обе команды. Мы очень довольны, что завоевали третье место. В двух матчах проиграли в три мяча. Конечно, этот матч как следствие, потому что нам приходилось как-то форсировать, менять ситуацию где-то без оглядки на свои ворота, наверное. И поэтому каждый, любой гол первый в наши ворота мог стоить нам всего противостояния, как и произошло. Может, если бы мы забили первыми, предпосылки к этому были. Но мы, к сожалению, пропустили. Дальше уже такая сродни агонии пошла игра. Победа в Кубке. Первое место по итогам регулярного этапа чемпионата страны. Удачно складывающийся для БЧ сезон смазала концовка. Плей-офф у железнодорожников не получился. Если брать, в принципе, сезон, то, наверное, его нужно считать удачным. Мы кубок выиграли, в регулярке первыми были. Но мы не справились именно с вот этими катаклизмами и мировыми, и личными в команде. Да, это, конечно, это моя, в кавычках, заслуга, то, что так произошло. И мы готовились к одним датам, потом к другим датам, потом к третьим. Это все, конечно, будоражит. И нужно быть готовыми. Нужно иметь терпение, сноровку. Наверное, мы до этого не доросли, к сожалению. И лично я, наверное, еще к таким катаклизмам не готовы были. Сегодня стало известно, что Дмитрий Камека покидает пост главного тренера БЧ. Украинский специалист возглавлял команду два сезона. Железнодорожники под его руководством завоевали Кубок Беларуси. На чемпионате дважды замыкали квартет сильнейших. Со следующего сезона Камека будет возглавлять столицу. Мозерская славя в 13-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги проиграла. Нисход поединка, который проходил в столице, решил единственный гол, забитый форвардом «Белоголубых» Евгением Шикавкой на 36-й минуте. В таблице турнира Мозеряне опустились на 13-е место, а на лидирует Батэ. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин